Добрый день дорогие друзья, я рад вас приветствовать на телеканале ГИС, с вами программа Дачная жизнь. В одной из прошлых передач мы вам показывали как созревает ежевика, особенно такие сорта как Лахтей и Нечис. Сегодня мы вам покажем следующие сорта, сегодня мы опять в гостях у Якимова Вячеслава Валентиновича. Здравствуй Вячеслав Валентинович. Здравствуйте. Ну, вам слово, это сорт, который называется... Это польский сорт Полар. Это сорт Яна Данека, то есть в Польше была селекция ежевики, то есть это один из селекционных центров. На выходе вышли сорта Полар Гай Рушай, у нас это все есть, Вот, то есть это один из сортов этой польской серии, то есть у них сорта приморослые, урожайные, с многоягодной кистью. Но в Польше они не укрывные, у нас они, конечно, укрывные, то есть приморослые сорта отличаются тем, что у них более короткие побеги, неплохая урожайность, и они, может быть, немножечко, немножечко морозоустойчивые. Ну, для нашего климата, то есть неважно, то есть польский сорт или американский сорт, у нас все равно все нужно укрывать. То есть сорт Полар, он тоже ранний, он как бы идет вслед за Нечесом и Лохтеем. Ну, то есть мы можем видеть, что кисти, как бы это самое, содержат, ну, вот тут вот я вижу, там шесть ягод, но они иногда содержат и десятки ягод. Вот разветвленная ягодная кисть, разветвленная ягодная кисть, видно, что созревают не одновременно и наливаются, то есть вот это вот только еще отсветшая розеточка, вот эти вот начинают наливаться. А на верхних кистях мы уже видим, как бы верхние ягоды уже, это самое, чернеет. То есть этот сорт ранний, промышленный сорт, интересный, со сладким вкусом. То есть примерно к концу июля? Нет, к концу июля будут сорта Торнфри, а этот буквально будет где-нибудь к середине июля. То есть к 20-м числам июля он уже будет отходить. То есть у него приблизительно три недели ползношения, то есть сорт ранний, дает урожай достаточно дружно. То есть ранний, сладкий, пульский сорт. Вячеслав Алексеевич, давайте скажем, вы уже мне сказали про такую особенность, как вот белые, как будто несозревшие костянки, да? Да, то есть вот видно, что белая костяночка, как бы вкрапление здесь. То есть тут буквально 3-4 дня назад была температура до 36-37 градусов. То есть ягода подгорела. То есть вот эта вот обесцвеченная костянка, это результат вот нашего жестокого солнца. Как бы в Нижнем Поволжье и на Нижнем Дону это серьезная проблема. Там люди закрывают агротексом, стараются как-то защитить ягоду. У нас это происходит очень редко, то есть мы таких ущищрений не делаем, но как бы это ущерб. Ущерб вот этой ягоде, ну, у нас... Или как вариант, рассеивающая сетка при сильном солнце, потому что из-за недостатка солнца ягода тоже будет страдать. Ну, тепла хватает, это главное. То есть мы ягоду не защищаем, то есть отдельные дни у нас с температурой, может быть, до 40 и бывает. Но это явление такое, ну, как бы несколько дней за лето, в общем-то, оно погоду не делает. То есть вот эта вот ягода немного подгорела, остальные ягоды будут нормального качества, то есть будут созреваться. То есть мы с вами уже сможем сделать выводы. Если на первом месте по созреванию у нас Лахтей идет, да? Лахтей, Нечес, Полар. Полар немножко все-таки он попозже. Немножко попозже. У нас есть еще сорт Блэк Даймонд. У него более раннее созревание. То есть там на верхушечных, так сказать, верхушках кистей, то есть достаточно много уже зрелой ягоды. Мы его тоже посмотрим. По времени созревания, по сроку созревания, по продолжительности созревания, какова вот эта ягода? То есть сколько вот периода она зреет? Мы можем собирать и в начале июля, и в середине? Ну, это как бы где-то середина июля, середина июля. Но между Нечесом и Лахтеем начало созревания Полара, это где-то ступенька в неделю, максимум полторы. То есть она фактически идет следом, то есть где-то параллельно они, а не полдоносит. Но чуть-чуть попозже вот это вот начинает созревать. Ну, к сожалению, мы сейчас не сможем провести дегустацию, как вот на прошлых ягодах, потому что только-только вот начинает созревать. Да, только начинает окрашиваться. Ну, вот скажите, по вкусовым качествам, какова вот, по сравнению, например, вот с предыдущими ягодами? Ну, это ягода тоже сладкая, тоже сладкая. Может быть, немножко понежнее, помягче. Ну, сочность примерно одна и та же, но транспортабельность у нее немножко меньше. То есть, так, в общем-то, вкус фруктовый, то есть сладкий. То есть она немножко просто помягче? Да. Ну, сейчас она еще жесткая. Да, вот я пробую, она пока еще не отделяется. Да, то есть жесткая, то есть ей еще надо зреться, она только-только окрасилась. То есть в потребительскую зрелость она не вошла. Итак, подводя итоги, хочу сказать, что напомнить, что это сорт Полар. Полар. Да, и давайте перейдем к следующему сорту, который называется... Блэк Даймонт. Вот, дорогие друзья, вы видите, следующий сорт ежевики. Этот сорт называется... Блэк Даймонт. Блэк Даймонт. Ну, пожалуйста, охарактеризуйте его. Тоже начинает только созревать. Еще не почернела ягода, да? Ну, это один из тоже ранних промышленных сортов. То есть он опережает Торн-3. Недели тоже на 2,5 приблизительно. То есть ягода Торн-3 еще не налилась. У него нижние кисти тоже видно, что вот еще вот цветок. То есть еще цветут. А на верхних кистях уже начинает зреть ягода. То есть вот видно, что вот она, первая черная ягода уже появилась. То есть верхние кисти, наиболее, так сказать, прогреваемые, они уже начинают созревать. То есть это так же получается, как бы, первая декада июля. Первая декада июля. Ну и отдает урожай практически дней 40. То есть это почти весь август. То есть интересный промышленный сорт со сладкой ягодой. То есть ягоды у него тоже слаще, чем и Торн-3. Транспортабельная форма и размер приблизительно тот же. То есть на рынке по внешнему виду вот эту вот ягоду от Торн-3 не отличишь только по вкусу. То есть эта ягода гораздо слаще, слаще, ароматнее. Хотя аромат на Торн-3 похож. То есть сорта где-то близкие по урожайности, по происхождению. Но этот сорт более ранний, более интересный. Вот мы видим, как увешана вся кисть ягоды, да? То есть, наверное, больше 15 штук на дрове. Если начать считать, начать считать, то тут не больше 15. Тут обычно 3-4 десятка бывает. Ты видишь, Володя, только вот эту вот верхнюю как бы часть. А у него есть еще более как бы нижнее разветвление. То есть обычно вот она идет в верхнюю часть. Вот я насчитал ровно 30. Но вот у этого, причем вот ты взял, допустим, кисть в средней части куста. Чем ниже, ниже это самые кисти, тем они более разветвленные. То есть в нижней части, в нижней части кисти они более как бы такие. То есть верхние, если брать, там вообще совсем немного. То есть внизу ягод намного больше? Да, внизу ягод. И созревает она чуть позже, чем ягоды, которые растут наверху? Чуть позже. Бывает даже иногда, что нижние как бы цветковые пучки просыпаются поздно. И начинается цветение тогда, когда здесь уже ягоды почти нет. Блэк Даймонд – это один из самых ранних сортов. Как мы уже отмечали, самые ранние сорта – это Нечес, Лохтей, Палар. Блэк Даймонд тоже из этой серии. Есть еще ранний сорт Аркан. Он тоже как бы созревает одновременно с Нечес. Есть Глай, но о них мы поговорим попозже. Хорошо. На этом мы закончим сегодня говорить о тех сортах, которые начинают созревать. Встретимся в следующей передаче. Я желаю вам удачи. До свидания. Всего доброго. Дорогие друзья, а на этом я прощаюсь с вами. До следующей передачи. Удачи. До встречи на даче. Редактор субтитров А.Семкин